Приветствую на сегодняшнем нашем вебинаре. Наш вебинар сегодня проходит в рамках обучающего проекта, который стартовал у нас 27 февраля, «Большая перемена», посвященная именно круизному продукту. Сегодня мы с вами будем уже говорить о актуальных маршрутах именно для нашего рынка. В первую очередь, конечно же, благодарю тех, кто нашел время присоединиться к нам. Были вопросы касательно того, будет ли запись вебинаре. Да, конечно, запись вебинара будет сохранена и доступна на платформе обучающего проекта. Итак, представлюсь. Меня зовут Гульмира Женосова. Я являюсь руководителем отдела развития по группе в Казахстане. Опыт работы с круизом у меня 6 лет. Также сегодня мне будут в чате помогать мои коллеги из офиса в Алма-Ате. Это Алина, менеджер по развитию по южному региону в Казахстане. И Индира, это руководитель офиса в Алма-Ате по группе в Казахстане. Итак, напомню, что мы с вами уже прошли в рамках нашего обучающего проекта. Конечно же, мы с вами изучили, какие есть классы лайнеров, чем они отличаются и как можно изучить тот или иной класс. Какие есть каюты. Помимо того, что есть каюты, есть и возможности. Напомню, это возможности Белла, Фантастика, Аурея. И самое высокое – это Яфтклаб, о котором у нас был отдельный вебинар. Также, конечно же, мы рассказали о том, как проходит регистрация, посадка, высадка, каким образом забирает багаж. И, конечно же, о том, что обязательно проходит учебная тревога. Также в рамках нашего обучающего проекта рассказали о питании на борту, так как очень часто возникает вопрос, какой тип питания, какие напитки и так далее, как можно сделать так, чтобы это было инклюзив, за что допачивать, что уже включено в стоимость круиза. Обязательно рассказали о том, какие есть развлечения для детей и взрослых, то есть о том, что у МСЧ для детей есть различные мини-клубы. Рассмотрели с вами, как происходит сам бронирование круиза процесс, какие есть акции, бонусные программы, конечно же. И круизный продукт рассмотрели со стороны МАЙС. То есть это уже у вас все доступно в обучающем проекте, в записи. Кто не успел посмотреть, можете уже видеокурсы открывать и просматривать. Также уже в рамках нашего обучающего проекта доступно тестирование по нескольким разделам. И сегодня, конечно, мы с вами уже затронем непосредственно, какие маршруты для нашего рынка актуальны в сезоне лета 23-го года. И затронем также маршруты на сезон зима 23-24. Итак, прежде чем мы уже перейдем непосредственно к нашему маршруту, конечно же, хотелось бы напомнить о том, что на маршрутах у нас есть формат русскоязычных групп. Что это из себя представляет? Формат русскоязычной группы. То есть здесь у нас представитель на борту присутствует, 24 часа. Также в круизе меню на русском языке предоставляется, то есть вся информация дублируется на русском языке. Есть возможность бронировать экскурсии на русском языке. И, конечно же, это ежедневная программа, которая также предоставляется на русском языке. То есть очень удобный формат для тех, у кого есть страх по языковому барьеру. Также возникает вопрос, да, что еще делать в круизе, какие можно экскурсии забронировать, чтобы это было гарантированно русскоязычный формат. Поэтому для таких туристов у нас как раз-таки есть маршруты именно в сопровождении с русскоязычной группой. И, конечно же, уже переходим непосредственно на наши актуальные маршруты в сезоне лета 2023 года. Первый маршрут, который мы будем с вами рассматривать, да, это будет, конечно, в Средиземноморье, но перед тем, как мы уже перейдем к самому актуальным маршрутам, хотелось бы напомнить о акватории плавания круизов MSC. В этом сезоне на лето 2023 года круизы представлены в разных акваториях, то есть это и Северная Америка, это и Карибский бассейн. Карибский бассейн, да, очень актуально для нас из отправления из Майами будет. Конечно же, это регион Средиземноморья, как восточное, так и западное Средиземноморье, Северная Европа и также в летнем сезоне у нас эта новинка, конечно же, круизы по Азии. Первый маршрут, на котором мы хотели бы акцентировать ваше внимание, это панорама Средиземноморья, формат с русскоязычной группой. Здесь очень удобно именно порт посадки, да, есть. Порт отправления у нас здесь идет Стамбул, также есть Риест и Бари. С учетом нашей логистики, да, по доступным авиарейсам, конечно же, для наших граждан очень удобно будет порт отправления Стамбул. То есть из Алматы, из Астаны очень много у нас рейсов, которые летают, да, это и Растана, это и Туркиш, и Пегасус, да, кто хочет более бюджетный вариант. И на маршруте у нас присутствуют, в большей части, это греческие острова. Сама программа маршрута начинается у нас с 5 мая и продлится до 18 октября. Продолжительности здесь разные, начинает от 8 ночей, заканчивая до 10 ночей. На данном маршруте у нас представлен лайнер МСС «Пандида», это класс «Фантастико». И по визе для наших граждан мы открываем здесь многократную шенген-визу. Подача идет через греческое консульство. Если более подробно говорить о самом маршруте, то, конечно же, здесь стоит отметить, да, те города и порты-стоянки, которые у нас присутствуют. Конечно же, в первую очередь это Стамбул, всем известный город, один из популярных направлений среди наших граждан. Здесь помимо самой экскурсионной программы, да, очень богатая есть, можно до круиза или после круиза взять несколько дней, потому что Стамбул, особенно те, кто не был ни разу, да, будет интересен именно в рамках экскурсии посмотреть. Здесь очень много достопримечательностей. Конечно же, в первую очередь, да, на что обращают внимание, это посещение Голубой мечети, одна из популярных мест. Мечеть Айя-София, да, которая за все время существования, да, меняла свой статус. Изначально она была у нас забором с христианским, кафедральный забор. Далее, да, он был также мечетью после музея, ну и в 20-м году правительством уже Турции было принято решение присвоить статус к мечети. Но независимо от этого, любой турист может зайти, увидеть в сети ту инфраструктуру, которая есть в мечети, посмотреть фрески, мозаики, то есть окунуться в ту атмосферу, которая была в Стамбуле, да, когда это еще был Константинополь. Конечно же, здесь в Стамбуле можно говорить очень много, да, проводить отдельную часть, потому что в Стамбуле это очень много достопримечательностей, это и дворец Топкапы, Тумабахче, базары, то есть азиатская часть тоже не менее интересная. Поэтому в Стамбуле, конечно, нужно также обратить внимание, и как раз-таки в рамках русскоязычной группы, если, да, порт посадки будет, например, не Стамбул, то можно взять как раз-таки экскурсию с посещением Стамбула. Также по маршруту, да, у нас не менее интересные места, это по греческим островам. Греция сама по себе очень интересное направление, да, как материковая часть, так и островная часть. Конечно же, здесь у нас представлены те острова, которые, ну, скажем так, с точки зрения логистики сложно скомбинировать именно в рамках тура. В первую очередь здесь хотелось бы обратить внимание на остров Корфу. То Корфу, да, это у нас один из известных островов, ионических островов. Корфу, скажем так, утопает в зелень, да, очень зеленый остров. Столица здесь Киркира, да, очень много достопримечательностей. Ну и, конечно же, особую роль, да, и, наверное, чем привлекает Корфу, это, конечно же, собор святого... Спиридона Тримифунского. То есть, да, это как раз-таки одна из тех паломнических мест, куда стягивается большое количество паломников, да, для того, чтобы как раз-таки прикоснуться к мощам этого святого. А также святой Спиридон считается, скажем так, символом, да, острова Корфу, да, защитником, так как по согласной истории, да, сам святой не раз спасал Корфу от различных нашествий, да, в том числе от нашествий турков, спасал от чумы, от голода и так далее. Поэтому по сей день сами греки очень чтят и всегда преклоняются к этому святому. Помимо собора святого Тримифунского, конечно же, рядом с островом Корфу есть не менее интересные достопримечательности. Это так называемый Мышиный остров, маленький островок. Также есть здесь и пляжи, да, красивые, кто хочет, например, именно пляжный формат отдыха, конечно же, на Корфу можно найти прекрасные пляжи. Далее у нас здесь представлен остров Миконос, один из вышенебельных, скажем так, островов, да. Остров Миконос очень любит, скажем так, звезды Голливуда. Это место, где собирается так называемая золотая молодежь, как сейчас об этом говорят. Здесь очень много также достопримечательностей, в принципе, да, вся Греция, куда ни посмотреть, да, везде можно что-то увидеть, посмотреть, именно соприкоснуться с археологией и посмотреть достопримечательности. Ну, конечно же, Миконос, да, в первую очередь популярен своими белыми ветряными мельницами, да, то есть, да, везде, где вы посмотрели, это Миконос всегда ветряные мельницы. То есть это такая, скажем так, достопримечательность, которая ассоциируется с островом Миконос. Также в рамках нашего маршрута здесь присутствует поселок Катакалон. Он не такой распространенный, возможно, да, многие даже и не слышали о таком поселке. В целом здесь население небольшое, есть буквально около 600 человек проживает на данном острове, в данном поселке. Находится он на западе острова Пелопонез. Здесь интересно будет тем, кто хотел бы, да, увидеть зарождение Олимпийских игр, да, то есть отсюда очень удобно добраться именно до Олимпии. Поэтому как раз-таки для тех, кто хотел бы именно увидеть в рамках экскурсии, то, конечно же, данный поселок будет интересен именно для посещения и посмотреть как раз-таки Древнюю Олимпию. Далее у нас по маршруту идет Пирей. Это у нас один из главных портов Греции. Порт Пирей у нас расположен ближе к столице Греции, к Афинам, да, буквально 13-15 километров от Афин. Здесь, конечно же, часто, да, возникает вопрос, когда многие видят порт Пирей, да, что это и как до него добираться. То есть вы тогда уже ориентируетесь на то, что это самый ближайший порт к столице Греции, к Афинам. Афины, да, очень интересные с точки зрения также истории. Здесь можно прогуляться по районам Плака, очень интересное историческое место. Здесь также можно посмотреть финский Акрополь, да, кто хотел. И, конечно же, пройтись по рынкам монастераки, ну и, конечно же, на площадь Синтагма. То есть очень интересный маршрут именно в рамках данного направления. Не менее интересный остров – это Бари, также один из прекрасных мест Италии. Здесь, конечно же, также остров будет интересен для тех, кто, да, увлекается, может быть, паломническими турами или же, да, кто хотел бы прикоснуться к святому также Николаю Чудотворцу. То есть здесь расположена именно базилика святого Николая, одно из главных, как раз-таки, паломнических мест Италии. Здесь очень много также паломников, которые приезжают как раз-таки для того, чтобы прикоснуться к мощам святого. Для тех, кто предпочитает, да, что-то экскурсионное, конечно же, здесь есть и очень интересные места. Здесь можно также посетить замок Костель де Монте, тоже интересное место. И, конечно же, может быть, кто-то видел, да, это местечко Альбера Белла, то есть это такие маленькие домики сказочные, похожие на домики гномов. Как раз-таки тех, кто хотел бы увидеть, можно в рамках как раз-таки данного маршрута поехать вот в это уникальное место. И, кстати, этот город у нас входит в список наследий ЮНЕСКО. Далее порт Триест. Городок, который расположен на севере-востоке Италии, ограничивается Словенией. Здесь очень много также памятников архитектуры и культуры. Это и амфитеатр древнеримский есть. Также здесь очень много православной церкви. Конечно же, в первую очередь, это море, красивая природа. То есть и также Триест считается, скажем так, столицей кофейной Италии. Здесь очень много сортов кофе. И, конечно же, в качестве сувенира можно приобрести либо кофе, либо турку, да. Поэтому Триест не менее колоритный город именно по данному маршруту. Далее у нас идет, конечно же, возвращаемся мы уже в Турцию. Это порт Кушадасы. То есть рядом у нас порт Кушадасы, да. То есть это городок, который омывается Эгейским морем. Недалеко от Измиры расположен. Кто знает, в принципе, Турция, да, очень популярное также направление, да. В том числе и эгейская часть сейчас очень популярна среди наших туристов. Кушадасы, да, это у нас переводится как Тичьостры, как многие знают. Здесь прекрасные пляжи, в том числе и прозрачная вода Эгейского моря. Конечно же, здесь в рамках экскурсии будет интересно посетить античный город Эфес. Здесь буквально проехать немного и можно увидеть храм Артемиды. Также увидеть дом Святой Девы Марии. Поэтому в рамках экскурсии, особенно, да, именно с учетом того, что, напомню, это формат русскоязычных маршрутов, здесь есть как раз-таки возможность приобретать экскурсии на русском языке. Следующий маршрут – это у нас панорама Средиземноморья. Здесь у нас уже добавляются дополнительные города, порта. Это по Италии, Генуе, Палермо, Чавитовеке. Начинается данный маршрут с 30 сентября по 13 ноября на 11 ночей. И здесь, обращаю внимание, уже идет у нас лайнер MSC Poesia. То есть лайнер поменьше идет, но продолжительность уже больше. Здесь уже, помимо тех городов, которые я уже упоминала, на маршруте у нас присутствует порт Генуя. Портовый город расположен в Италии, на берегу Лигурийского моря. И в Генуе также очень много достопримечательностей, независимо от того, что это небольшой городок. Сами итальянцы считают, что здесь родился Колумб. Поэтому здесь есть дом Колумбок. Каждый житель Генуи знает, где он расположен, может, конечно же, показать это туристам. Одна из достопримечательностей – это главный символ – маяк лантерна. То есть один из старейших европейских маяков. Кафедральный собор. Здесь также можно посетить Ирбатский район Бакадасе. И, конечно же, как я уже говорила, так как итальянцы считают, что Генуя – это месторождение Кристофора Колумба, здесь также есть и памятник, посвященный данному путешественнику. Далее у нас на маршруте присутствует порт Чевитовеки. Чевитовеки – это у нас ближайший город Рим, расположен в 70 километрах от порта Чевитовеки. Конечно же, с учетом того, что маршрут у нас в каждом городе один день, здесь уже рекомендуем брать в рамках организованной экскурсии. Потому как добираться до 70 километров от Чевитовеки до Рима, чтобы не опоздать уже именно на посадку, конечно, здесь рекомендуется брать экскурсию уже для того, чтобы не опоздать на рейс. Конечно же, Рим все любят, знают. Здесь очень много также достопримечательностей, кто хотел посетить Рим, либо Ватикан. То есть именно с порта Чевитовеки это все будет возможно. Далее у нас здесь присутствует порт Палермо, остров Сицилия. Здесь у нас также очень много достопримечательностей есть, что посмотреть. То есть в рамках данного маршрута можно остановиться на один день и понять туристам, хотят ли они вернуться уже на остров Сицилия на более длительный период. Здесь у нас много церквей, кафедральных соборов. Главной достопримечательностью считается Нормандский дворец. Здесь очень много, да, я уже говорила, кафедральных соборов. То есть поэтому Сицилию, да, можно смотреть долго. Но в рамках именно круиза, конечно же, опять же рекомендуем брать экскурсию. Порты посадки у нас здесь идет Стамбул, Кушадасы, Гену и Чевитовеки, Перей. То есть здесь очень больше уже возможностей. Так как у нас здесь присутствует уже больше портов Италии, то, конечно же, здесь открывается виза многократная через консульство Италии. Удобно для нас с точки зрения авиарейсов, это, конечно же, порт посадки Стамбул либо Кушадасы. Стамбул, да, у нас прямые рейсы очень много. Кушадасы, здесь мы рассматриваем прилет в Бодрум из Алматы. У нас есть прямые рейсы, которые стартуют как раз-таки с летнего сезона на Иростане, поэтому можно будет посмотреть. Либо можно, да, стыковками через Стамбул. Такие, да, прекрасные у нас виды именно по данному маршруту. То есть это Стамбул древний, один из популярных туристических хабов, скажем так, да, город, который соединяет Европу и Азию. Остров Миконес. Как раз-таки, да, о чем мы говорили, это популярные ветряные мельницы, с чем ассоциируется данный остров. Ну и, конечно же, красивый зеленый остров Корфу. Далее, следующий маршрут по Средиземному морю в летний сезон, это солнечное Средиземное море. Здесь у нас на маршруте будет ходить лайнеры МСС Музыка. Порты посадки у нас здесь также несколько идет. Это Кушадасы, Перейли, Масоли, Бахаифа. Здесь у нас маршруты стартуют уже с 25 апреля и будут ходить до 24 октября. Прямые рейсы, как я уже говорила, у нас есть из Алматы на Аэростане в Бодру. То есть это если мы будем рассматривать именно порт Кушадасы. Перейли, это у нас Афины, ближайший город прилета, Лимасол, Хайфа. Здесь, конечно, с точки зрения логистики у нас сложно будет. Здесь, если мы говорим про визовые формальности, открывается многократная шенген, аналогичная подача через греческое консульство. Если туристы желают также сойти в городе Хайфа, Израиль, то здесь необходимо открывать отдельно израильскую визу, но это уже по желанию. То есть если туристы не откроют визу, они остаются в день посадки, в день стоянки на Хайфе, они будут уже находиться непосредственно на лайнере. То есть при наличии многократной шенген-визы греческой, то они могут уже на данный маршрут сесть. Продолжительность недельные, поэтому также формат русскоязычной группы. Прекрасные виды, да, помимо тех городов, которые мы уже с вами упомянули, да, это Кушадас был. Здесь у нас уже присутствуют такие города, как Лимасол. Это один из главных портов Кипра. Замечательный остров Санторини греческий, да, это один из инстаграмных мест в принципе Греции, да. Когда говорим о Греции, у всех возникают именно как раз такие домики с острова Санторини. Если мы говорим именно в рамках экскурсии, посещения Санторини, конечно же, мы рекомендуем брать именно организованную экскурсию, потому что здесь на Санторини всегда идет тендерная высадка. Что такое тендерная высадка, да, то есть это когда лайнер швартуется буквально за 200-300 метров непосредственно от порта, и далее уже на шлюпках туристы добираются в сам город. Поэтому здесь всегда тендерная высадка происходит. И учитывая, что Санторини – это остров, который был, который, да, на возвышенности, и для того, чтобы подняться в город Фира, да, нужно обязательно подниматься на фуникулёре. Ну, либо по тропинке, да, послеенная тропинка, но это очень будет долго, ну и не совсем, наверное, комфортно для туристов. И, конечно же, в рамках экскурсии покажут самые прекрасные места в Санторини, восхитительные виды откроются. Ну и, конечно же, для тех, кто хотел бы, да, в рамках одного дня посетить остров Санторини, как раз-таки данный маршрут, я думаю, будет очень интересный. Здесь напомню, что Санторини – это один из уникальных островов, который возник в результате мощного извершения вулкана. Здесь присутствуют разные, здесь, да, пляжи с разным цветом песка, это и чёрное, и красное. В общем, здесь Санторини очень-очень интересно будет для туристов, которые особенно любят красивые пейзажи. Хайфа – это у нас Израиль, как я уже говорила. Если туристы, да, хотят посетить Иерусалим, либо Вифлеем, я думаю, так же им будет интересно. Но для этого же, напомню, нужно будет открывать отдельно израильскую визу. Здесь также в самом городе есть тоже очень много достопримечательностей. Как вы видите, да, на картинке красивый зелёный город. Следующий маршрут летнего сезона – это классика Средиземного моря. Здесь у нас уже будет лайнер МСИ World Европа. О данном лайнере, наверное, уже слышали все, видели все видео прекрасные, да, к тому, как он у нас в этом сезоне ходит в регионе Персидского залива. Те туристы, которые хотели бы, да, попасть на этот лайнер, но, к сожалению, не смогли забронировать свой маршрут в рамках зимних навигаций, конечно же, сейчас они могут бронировать уже Средиземное море. Здесь у нас есть также несколько портов посадки. Это Генуэ, Неаполь, Мессина, Барселона, Марсель. С точки зрения логистики, конечно, я думаю, здесь удобно будет, наверное, порт отправления Генуэ либо Барселона. Генуэ у нас это ближайший, если мы рассматриваем прилёт из Милана, конечно же, у нас есть прямые рейсы Алматы, Милан, да, на и компании Neos. Барселона, конечно, с точки зрения именно расположения порта удобно будет также рассматривать как порт посадки, да, потому что от аэропорта Барселона добираться до порта Барселона буквально 20-30 минут. Если из Милана до Гену это буквально порядка 2-3 часов, то здесь уже Барселона именно с точки зрения трансфера удобно по посадке идёт. В рамках данного маршрута у нас уже здесь присутствуют 4 страны Шенгена, то есть это у нас Италия, Мальта, Испания, Франция. Открываем мы здесь уже визу также аналогично многократный Шенген, подача идёт через итальянское консульство. Здесь навигация у нас начинается с 14 апреля и пройдёт до 29 октября. Продолжительность 7 ночей, то есть маршрут он круговой идёт, как видите, по карте. Ну и, конечно же, одно из преимуществ – это тот самый лайнер MSC World Европы, новый класс, который у нас был спущен, да, в 22-м году, напомню ещё раз. Опять же, здесь есть формат русскоязычных групп на некоторые заезды, поэтому рекомендуйте для ваших туристов этот маршрут. Здесь у нас, помимо, да, уже упомянутых городов, новые города – это Неаполь, Балетая присутствует. Здесь у нас также есть, да, Миссина, да, это у нас Сицилия уже, круизный порт Барселоны. Опять же, да, Миссина – это у нас, если мы говорим по Сицилию, здесь можно, да, либо посмотреть, взять экскурсию, да, и поехать на легендарный вулкан Этна, один из активных вулканов Европы, либо же, да, прогуляться по городку Тармино. Валета Мальта тоже очень редко, наверное, в рамках тура, либо экскурсионной программы, да, в целом присутствует данный город, а как раз-таки в рамках круизных форматов здесь можно посетить как раз-таки Мальту, кто хотел увидеть хотя бы, да, там на один день. Город со всех сторон окружен гигантскими стенами, да, где открываются живописные виды. Здесь буквально на каждом шагу встречаются замки, то есть Валета очень интересно в рамках экскурсии посетить. Ну и, конечно же, если мы говорим про Барселону, Барселона, наверное, многим тоже интересна, один из крупных портов Средиземного моря. Барселона – это легендарный город, здесь очень много достопримечательностей, также здесь много достопримечательностей, где, да, архитектором выступал знаменитый Антони Гауди, да, это до сих пор строящийся собор Саграда Фамилия, конечно же, который поражает своей уникальностью и строится уже там, да, почти третий век. Конечно же, это архитектура, да, Гауди помимо Саграда Фамилия, это дом Бальгёу, дом Милы, парк Гюэль, конечно же, посетить. Ну и, опять же, напомню, да, очень удобный порт посадки, потому как от улицы Роламбо, Ла Рамбо, да, популярная улица Барселоны, можно пешочком дойти до как раз-таки этой улицы. Добираться в порт, да, конечно, рекомендую именно Шато, потому что пешком это неудобно будет, но Ла Рамбо очень популярная улица, да, где здесь очень много ресторанов, кафе, уличные артисты выступают, поэтому очень колоритное место. Здесь, да, мы на картине, мы с вами видим уже один из активностей МСО от Европы, это Веном Дроп, да, так скажем, сухая горка, очень популярная, наверное, у многих уже, кто побывал в круизе, да, видели именно видео, каким образом она выглядит. Для тех, кто любит Северную Европу, либо те, кто хочет увидеть популярные фьорды, конечно же, в сезоне лета 23-го года присутствуют маршруты недельные, это норвежские фьорды. Здесь с точки зрения логистики, конечно, добираться, вот с Калстана это только с пересадками, здесь два порта посадки, это Киль, ближайший город либо Гамбург рассматриваем, либо город Кобенгаген, это у нас уже Дании. Здесь будет представлен новый лайнер МСЕ Урибия, класс Мировилия, спуск на воду запланирован на июнь как раз-таки 23-го года, и сразу после спуска на воду он уже пойдет по маршруту Северная Европа. Здесь уникальные, да, новейские фьорды, прекрасные виды, пейзажи. Маршрут стартует у нас 10-го июня и будет ходить до 24-го сентября в недельном формате. Единственное, обращаю внимание, что здесь у нас нету формата русскоязычной группы, и здесь подается виза на Шенген через Норвежское консульство. Прекрасные виды фьорд, да, то есть Копенгаген, новый лайнер МСЕ Урибия для тех, кто, да, есть категория круизеров, которые ходят за лайнерами, есть круизеры, которые ходят за маршрутами, здесь как раз-таки, я думаю, комбинация двух круизеров, да, как раз-таки это и новый формат, ой, прошу прощения, это и новый лайнер МСЕ Урибия, и, конечно же, прекрасный маршрут именно по фьордам, да, прекрасные зеленые пейзажи, поэтому те, кто был в фьордах, конечно же, удивляются именно пейзажами, то есть пейзажи просто захватывают дух. Это именно наши летние маршруты, да, на которые мы акцентируем внимание именно в рамках логистики из Казахстана, и то, что, да, популярно среди наших граждан. Помимо этого, конечно же, круизный формат отдыха – это тот формат, который бронируется заранее, то есть круизы бронируются за год, поэтому мы и, конечно же, уже рекомендуем рассматривать маршруты на зиму 2023-2024. Все эти маршруты уже доступны у нас на сайте. Напомню, что помимо тех маршрутов, которые мы сейчас с вами проговорили более детально, о МСЕ есть очень много акваторий, да, помимо Средиземного моря, это и Карибский бассейн представлен, есть маршруты и по Азии в летний сезон, также есть очень много маршрутов и по Средиземному морю и на других классах лайнера. Здесь мы собрали те маршруты, где есть дорусскоязычный формат отдыха, и те маршруты, которые интересны для наших граждан. Теперь мы переходим постепенно к сезону зима 2023-2024. Здесь, конечно же, это бестселлер как в этом сезоне, так и в предыдущих сезонах был, это, конечно же, круизы по акваторию Персидского залива. Здесь у нас представлены два маршрута, то есть в этом сезоне у нас по жемчужинам Персидского залива ходит лайнер, да, МСЕ Ворланд Европа. В сезоне 2023-2024 года здесь у нас уже будет ходить лайнер МСЕ Виртуоза. Порты посадки у нас также остаются Дубай, Абудаби, либо Доха. Опять же, у нас очень много авиарейсов, как в Дубае, так и в Абудаби. Также из Алматы у нас летают прямые рейсы. В Доха – это катарские авиалинии. Дубай, да, это у нас и Air Astana, и Flight Dubai, если мы говорим из Астаны и Алматы. В Абудаби у нас летает Wizz Air, поэтому для каждой категории туристов есть разные выборы авиакомпаний, в том числе, начиная от бюджетных авиакомпаний, заканчивая до бизнес, да, авиакомпаний, да, это если мы говорим про катарские авиалинии, одна из лучших авиакомпаний в мире. Здесь у нас города-стоянок также остаются Дубай, Абудаби, остров Сербаньяс, Саудовская Аравия у нас также остается, Даман и Доха, да, который является также портом посадки. Навигация у нас начинается со 2 декабря 2023 года и пройдет до 23 марта 2024 года продолжительность недельная. Формат русскоязычной группы сохраняется, конечно же. В рамках визы, да, если туристы хотят посетить Саудовскую Аравию, то открывая транзитную визу по желанию, если туристы хотят остаться на лайнере в день посещения Дамама, то в этом случае весь маршрут уже будет без визы для граждан Казахстана. Виза транзитно открывается достаточно легко. Здесь, да, по документам, фото, паспорт, более детально можно информацию получить у нас на сайте также. В этом сезоне, да, все, кто подавались, получали визы. Если кто желает, да, также для граждан Казахстана, можно открыть и многократную визу в Саудовской Аравии, которая действует в год. Единственная стоимость, различается по стоимости от транзитной визы. Здесь у нас, если мы говорим, да, про маршруты Дубая, в целом всем известны, да, здесь это прекрасный город, да, который сочетает в себе уникальную архитектуру. Каждый год Дубай, да, поражает своими новыми архитектурными решениями. Абудаби также, да, это и Феррари парк, это и музей Лувр. Один из таких мест, да, который, наверное, интересен в рамках круиза, это остров Сербаньяс, до которого ими в рамках тура, наверное, сложно добраться. Ну и в целом, не все туристы знают о существовании этого острова. Остров Сербаньяс, он территориально относится к Эмирату Абудаби. Здесь у нас есть формат экскурсий либо пляжного отдыха. Здесь уникальные есть фора и фауна, то есть завезенные редкие птицы, животные. Здесь также, да, есть возможность именно совместить формат пляжного отдыха здесь, потому как полностью, да, пляж оборудован. В день высадки здесь полностью пляж оборудуется. Здесь можно как на пляже, да, находиться, либо те, кто не хочет уже или был на острове Сербаньяс, могут также оставаться на лайнере. Два года назад здесь был построен пирс, поэтому здесь тендерной высадки нету. Туристы, да, то есть лайнер пришвартовывается, туристы уже комфортно переходят по пирсу. Поэтому остров Сербаньяс тоже очень интересный и белоснежный пляж, как вы видите уже на картинке. Вот таким образом выглядит программа дня, одна из островов, да, также на Сербаньязе, и карта острова. Какие мероприятия проходят, различные активности есть, и можно, да, на пляже заказать массаж. Также здесь сервируется и шведский стол, поэтому те, кто хочет весь день провести на острове Сербаньяс, то и по питанию тоже здесь уже все будет организовано. Следующий маршрут по Персидскому заливу в зимней навигации 23-24 года, это маршрут, который входит, да, это у нас будет Восточная сказка. Здесь у нас в плане будет MSC Opera. Начинается навигация у нас 23-го декабря, то есть по вече, чем жемчужина Персидского залива. Порты отправления у нас здесь из Дубая либо Абу-Даби. Машрут полностью без визы для граждан Казахстана. Здесь у нас уже присутствуют порты и города Амана, продолжительность недельная. И здесь у нас, да, рейсы в Дубай, Абу-Даби, также очень много вариантов, как добраться. Либо совместить отдых круиз плюс отдых в Дубай либо Абу-Даби, можно будет скомбинировать. Аман – очень колоритная страна. Здесь интересно будет, наверное, тем, кто хотел бы окунуться в арабскую, да, скажем так, атмосферу. Посетить можно здесь, конечно, в обязательном порядке, наверное, один из главных мечетей страны – это мечеть султана Кабуса. Напомню, да, так как это арабская страна, конечно же, здесь необходимо соблюдать, да, дресс-код, то есть, да, полностью покрытые руки, ноги, да, если мы говорим про женщин, закрытая голова, либо Абая, да, поэтому здесь в рамках именно экскурсии здесь нужно будет соблюдать все эти требования. Конечно же, не менее интересный город Хасаб. Хасаб, кстати, да, наверное, кто видел, либо, может, бывал. Говорят, это арабские фьорды, то есть, да, там также есть прекрасные пейзажи, где можно на лодку до взять экскурсию и как раз-таки увидеть эти виды. И, конечно же, здесь хороший также дайвинг есть. И, конечно же, увидеть, возможно, дельфинов и даже китов. Таким образом, да, у нас выглядит Маскат, да, замечательный город, да, как видите, сохранилась арабская атмосфера, Абу-Даби, да, это музей Лувар, ну и Дубай, конечно же, это популярный Мадинат, Сук-Мадинат, это и рынки, и базары, Буш-Халифа, то есть очень много разнообразной экскурсионной программы. Маршрут в зимнем сезоне, это Красное море, в 2023-2024 году также у нас остается. Единственное, здесь, наверное, одно из хороших, наверное, новостей в том, что здесь у нас появляется еще один порт посадки, это Шарм-эль-Шейх. То есть если в этом сезоне у нас в зимнем, да, порт посадки были три порта, это Сох-Нософага-Джиды, то в следующем зимнем сезоне у нас уже добавляется Шарм-эль-Шейх. Красное море, здесь у нас будет ходить лайнер МСС Орчестром, недельные маршруты, с 19 ноября стартует навигация и пройдет до 31 марта. В рамках этого круизного маршрута здесь у нас присутствует помимо египетских портов, это Саудовская Аравия-Джида и Ярдания-Акаба. Если мы говорим именно в рамках экскурсии, то, конечно же, здесь будет интересно, я думаю, для тех, кто хотел бы увидеть историческую часть, да, либо кто увлекается какой-либо архитектурой. И в целом, я думаю, всем туристам будет интересно посетить, да, в Ярдании, если мы говорим о Акабе, это экскурсия в Петру. Джида, Саудовская Аравия, в целом, да, я думаю, также будет интересно и для мусульман, потому что из Джида можно взять экскурсионную программу и поехать по омничеству в Мекку. Напомню, что в Мекку только допускаются туристы-мусульмане, и, конечно же, я думаю, что как раз-таки для тех туристов это будет интересно. В целом, да, Саудовская Аравия сейчас открывается в этом сезоне, да, после ковида, в рамках именно развития туризма, круизный формат очень хорошо проходит, туристы, да, в рамках экскурсии открывают для себя эту страну, и, думаю, уже со временем все увидят именно те красоты, которые скрывал до этого, да, Саудовская Аравия, потому как в Саудовской Аравии очень много именно тоже архитектуры. Это город Аль-Ува, возможно, кто-то видел, да, либо слышал. Это Уазис Аляхса, поэтому Саудовская Аравия очень интересно, плюс сейчас очень много архитектуры, которая входит в список ЮНЕСКО, всемирного наследия ЮНЕСКО. Шарм-эль-Шейх, да, всем известный курортный городок, поэтому, я думаю, здесь можно совместить формат именно, например, до круиза плюс отдыха в двухнедельном формате, конечно же. Будет русскоязычная группа, можно будет бронировать экскурсии. Единственное, по Саудовской Аравии здесь у нас, если мы берем, да, например, экскурсию в Мекку, то тут будет без русскоязычного сопровождения, здесь именно и формат паломничества будет. Шарм-эль-Шейх, Сохна, Сафага, то есть это либо Луксор, да, поехать, либо увидеть пирамиды. Если мы говорим в рамках данного маршрута по визам для граждан Казахстана, в зависимости от, куда будет стартовать круиз, виза формальности будет различной. Если порт посадки будет Джидо, в этом случае открывается многократная Египетская, ой, многократная Саудовская Аравия. Если же будет порт посадки, например, Шарм-эль-Шейх, либо Сохна, либо Сафага, то открывается многократная египетская виза, и Саудовская транзитная уже по желанию будет. Замечательные, да, виды Красного моря. Как раз-таки, да, наверное, кто изучает Саудовскую Аравию, либо видел, да, Аль-Ува, да, как раз-таки это вот Элифан-Рок, да, одна из сейчас популярных мест в Саудовской Аравии. То есть это как раз-таки схожее с Петрой, да, тут очень много наскальных сооружений, и поэтому в рамках экскурсии, думаю, будет интересно тоже посетить. Маршрут следующий, который будет именно в формате русскоязычной группы, но в сезоне уже осень 23-го года, да, это вокруг Европы. Здесь у нас идет виза Шенге, многократно открывается через испанское консульство. Обращаю внимание, здесь у нас порты, посадки, высадки будут разные, то есть отправление будет из Гамбурга, высадка будет в Генуе. Здесь очень интересный формат и маршрут на 11 ночей. У нас здесь уже будет, помимо, да, Испании, Франции, да, Италии уже добавляется Португалия. Для тех, кто любит Португалию, либо кто бы хотел посетить Лиссабон, в рамках этого круизного маршрута, я думаю, будет тоже очень интересно. Лиссабон, да, это граничит, ну, то есть омывается, да, Атлантическим океаном, поэтому здесь будет интересно, как посмотреть сам город, либо те, кто уже был в Лиссабоне, да, можно поехать в городок Синтра, да, то есть это увидеть, услышать, да, прибой Атлантики, конечно же, ощутить бриз Атлантического океана, поэтому Лиссабон очень-очень интересно будет как сам город, так и города, которые расположены рядом. Прекрасные виды Лиссабона, то есть Лиссабон, это у нас Португалия, Кадис, Гамбург, то есть очень интересные и красивые именно города, которые присутствуют на маршруте. Думаю, что в рамках экскурсионной программы, наверное, очень сложно будет составить такой маршрут, плюс таким образом, чтобы и сервис был, и питание было, да, и при этом не терять время, да, на рейсы, на трансферы, то есть именно формат такого отдыха круизного, который предоставляет доступные цены, интересные маршруты, прекрасный сервис, но и при этом цена очень-очень замечательная именно для европейских направлений. Ну и, конечно же, хотелось бы напомнить о тех акциях, которые у нас сейчас действуют. Сейчас, да, у нас продолжается сезон зима 23-го года, у нас сейчас ходят круизы по Персидскому заливу, в рамках этих маршрутов, да, Персидский залив, либо Красное море, есть тарифы Лассминет, это интересные предложения на популярные маршруты, то есть очень замечательные цены, кто еще не успел, да, забронировать свой круиз в зимней навигации, еще есть время, причем забронировать уже по замечательным ценам. Конечно же, и на сезон летний по Средиземному морю, Северная Европа и Карибский бассейн, действует акция ОНПЛАС, то есть это выгодный тариф, где включен уже пакет напитков и интернет. Данные акции у нас действуют до 31 марта, поэтому предлагайте вашим клиентам, потому что на самом деле, если, да, брать в расчет те усы, которые включены в этот тариф, и отдельно покупать, то на самом деле выгода очень-очень выгодный тариф будет. Также, да, мы предлагаем виджет на сайт, да, если у вас есть сайт, установить модуль поиска по круизам, информацию у нас также есть на сайте, или вы можете обратиться уже к нам непосредственно, да, где получить информацию, как это установить, поэтому для продвижения именно круизового направления можно как раз-таки установить данный виджет. Так, вокруг Европы у нас открывается виза Испания. Вот, вернула сайт вам. И, конечно же, приятные бонусы, о которых, да, хотелось бы рассказать и напомнить, да, кто знает, а кто нет, кто только присоединяется к продаже круизных направлений. В первую очередь это наша бонусная программа, это золотой штурвал, который у нас, да, проходит ежегодно. В данную акцию у нас, да, попадают те, кто продает круизы, то есть лучшие продажники попадают. В рамках этого сезона у нас на рынок Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана это 25 лучших агентов отправятся в круиз по золотому штурвалу. И среди тех, кто попадет в эту номинацию, конечно же, это будет, да, присвоен статус амбассадора MSC, да, то есть, скажем, те, кто будут продвигать направление. И, конечно же, здесь в рамках амбассадора MSC тоже есть свои привилегии, это и повышенная комиссия, плюс персональные скидки на круизы. Более подробно, если кому интересно, да, можем скинуть вам, отправить ссылку, либо позвонить в Дакном офис, мы расскажем, как это, каким образом можно попасть. И, конечно же, я думаю, как раз-таки те вебинары, которые проходили в рамках нашего обучающего проекта, помогут вам как раз-таки в дотяжении высоких продаж, потому как мы затронули с вами очень много информации. Да, и напомню, да, что в рамках обучающего проекта мы изучили с вами классы лайнеров, потому что знать лайнеры тоже нужно для продажи круиза, каюты и возможности, чтобы понимать, какую категорию кают можно предложить тем или иным туристам, да. Мы знаем с вами, что есть внутренние каюты, есть каюты с окном, есть с балконом, и, конечно же, есть для вип-туристов это лаунш МСС Яхт Квак, да, то есть как бы отдельный, как мы говорим, лайнер на лайнере, это самые высокие сьюты, отдельная зона полностью на лайнере, поэтому круизы, да, они доступны для разной категории туристов. Еще раз напомню, потому что есть разная ценовая политика. Изучили с вами, как проходит регистрация, посадка и высадка, каким образом проходит питание, какие есть рестораны, что включено в стоимость, затронули с вами развлечения для детей и взрослых, конечно же, рассмотрели, как бронировать круизы, какие есть актуальные акции, ну и, конечно же, рассмотрели с вами более детально уже маршруты, которые будут интересны в сезоне лета 2023 года, и, конечно же, затронули зиму. Продавайте уже зимние направления с учетом того, что у нас, да, еще, напомню, действуют акции предоплаты 50 евро за круиз до конца марта, то есть можно уже продавать круизы по Персидскому заливу на следующий сезон, Красное море, предоплата всего лишь 50 евро. Ну, надеюсь, что вебинар прошел, да, интересно, вы получили полезную информацию, какие-то вопросы, если остались неотвеченными. По визам рассказали. Если нет вопросов, то на сегодня наш вебинар... Да, мы уже тогда заканчиваем. По всем вопросам можете обращаться к нам в офис, то есть наши контакты есть. И я желаю всем хороших продаж летних направлений, зимних направлений. Надеюсь, что увидят вас в списке как раз-таки тех, кто будет у нас в золотом штурвале. Вы имеете в виду все визы по шенгенам, подача самостоятельная, то есть подаете в то консульство, через которое нужно будет, да, в зависимости от маршрута. Если я правильно поняла ваш вопрос, Ая. Шенген можно оформлять, консульство работает, визовые центры работают, поэтому смело продавайте и предлагайте, конечно же, круизы в рамках наших программ уже. Нет, с 1 марта не было отмены. Шенген как принимал документы на визы, так и принимает. Поэтому здесь вас дезинформировали. Шенген не отменял при принятии документов, поэтому ничего не изменилось, как были подачи до 1 марта, так и они осуществляются. Вы можете связаться с любым визовым центром и уточнить у них. Поэтому любую информацию, которая где-то транслируется в СМИ и так далее, лучше переуточнять непосредственно у тех, кто ответственный. То есть в рамках этой ситуации вы обращаетесь именно в визовый центр Шенген-Странг, поэтому получайте информацию в проверенных источниках. Всем спасибо за ваше участие, за ваши вопросы, да, и до новых встреч, я думаю, мы с вами еще не раз увидимся в рамках наших вебинаров, и всем удачи в тестировании, надеюсь, да, вы пройдете удачно тест и наберете высшие баллы. Всем всего доброго, хорошего дня и всем хороших выходных.